Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот мы с вами, дорогие братья и сестры, уже достигли окончания рождественского поста и встретили один из важнейших праздников в домостроительстве нашего спасения. Праздник, который никак невозможно описать словами и никак невозможно постигнуть умом. Праздник, в котором ангелы встречают простых трудящихся пастухов и возвещают им великую радость. Праздник, в который мы видим, как мудрецы с Востока приходят поклониться Христу Спасителю и не выказывают злобному царю Ироду место нахождения родившегося плотью Бога. Чем важен праздник Рождества Христова? Это праздник любви Бога к человеку, потому что Бог до такой степени снисходит к нам, что в убогом сарае, в убогих яслях Он находит место в нашем мире для того, чтобы этот же мир избавить от власти греха, проклятия и смерти. Позволю себе процитировать некоторые мысли святых отцов по поводу праздника Рождества Христова. Праздник Рождества, как я уже отметил, дорогие братья и сестры, он необъясним, поэтому многие задаются вопросом, как же так получается, что Дева принимает в очреве Бога. И святитель Иоанн Златоуст на это отвечает, что премудро устроена тайна Боговоплощения, потому что как Адам без жены произвел жену по повелению Божию, так и Дева без мужа родила мужа. Святитель Иоанн Златоуст также говорит о том, что то, что Сын Божий родился от Отца, я знаю, но как, не знаю. То, что Он родился от Девы, я знаю, но образ рождения даже и здесь не постигаю. Рождение Его по тому и другому естеству исповедуется, но относительно образа того и другого рождения умолчано. Также святитель Иоанн Златоуст о Рождестве говорит, он как младенец возлежал в яслях и звездой был указан как творец звезд. Много тайн праздника Рождества, потому что действительно, как возможно объяснить то, что творивший все мироздание Бог пришел в мир в виде беззащитного младенца. Преподобный Ефрем Сирин говорит, «Неизреченно рождение Твое, Господи, никаким языком не может быть изглаголано, недомыслимо оно для горних ангелов, превыше всякой мудрости, неудобо, незводимо во время и исчисление, неописуемо, неумопредставляемо, да не дерзают же безрассудные входить в исследование о Твоем, всецело от всех сокрытом рождении». Вот в такую тайну нас вводит Господь, дорогие братья и сестры, тайну Рождества Своего, тайну приятия плоти самим Богом. Бог не перестает быть Богом, но становится человеком нас ради и нашего ради спасения, как мы это и исповедуем в символе веры. Для нас, дорогие братья и сестры, то, что Бог принимает на себя человечество, это важный посыл, потому что, если сам Бог в образе беззащитного младенца приходит в мир, и его причистую Матерь не готов принять этот мир, все места в отелях заняты были, ни в одном доме не хотели взять их в слякотную и противную жуткую погоду, когда все пробирало холодом всех до костей. И вот ни престарелого Иосифа, который был попечителем Божьей Матери, ни Пресвятую Владычицу Богородицу, ни для самого Господа места не нашлось, нигде, кроме как в убогом хлеву. И Господь часто приходит к нам в ту минуту, когда мы не ожидаем уже Его помощи. И Господь учит нас, что необходимо оказывать помощь беззащитным, необходимо стремиться к тому, чтобы прославлялось имя Божие в тех людях, которые нас окружают, и нам необходимо становиться теми, кто прославит имя Господне. Ко Христу идут поклонницы мудрецы, и вместе с ангельской чистотой и с пастушьей простотой мы видим, как приносится Христу золото, как царю, ладан как Богу, и смирно как трехдневному мертвецу, который будет победителем смерти. Принесем мы Богу сегодня сокрушение о своих грехах, как смирну. Золото нашего упования на Него, нашей надежды, чтобы мы не ходили кислыми в дни святок, чтобы мы радовались о Христе родившемся. Принесем Христу также и фемиам нашей молитвы. Святки – это дни, когда мы должны прославлять Бога. Народная традиция это знает прославлением в калятках, а мы прославляем Бога не только в калятках, но и в молитвах. Пусть Господь исполняет радости всех вас, дорогие братья и сестры. Пусть как пастухи были при своей работе и были обрадованы величайшей вселенской радостью. Пусть каждый из вас также имеет работу, чтобы благочестно себе зарабатывать на то, чтобы кормить свои семьи. Пусть Господь исполняет вас радость и полноты семейства, кто этого чает. Пусть в семьях всегда царит мир и пусть, конечно же, в наших сердцах и в наших устах звучит славословие Богу. Слава Вышней Богу и на земле мир, человек и благоволение. Аминь. Спасибо, Господи.